уважаемые коллеги рад всех приветствовать и давайте поговорим о возможностях мрт в диагностике различных образований печени пару слов о методике сканирования несомненно сканирование нужно проводить на томографах высокопольных это полтора или три тесла и обязательно конечно использование поверхностной фазированной катушки ну что в целом всем известно и широко используется что касается протокола значит она состоит из базовых последовательностей это т2-озвешенные изображения в сагитально-аксиальной и корональной плоскостях обычно хейстовые то есть быстрым сбором данных это аксиальные тогда вешено изображения с жироподавлением классические стандартные аксиальные т1-звешенные изображения обязательно выполнение дефицитом-звешенных изображений с построением edc карт также рекомендуется выполнять серии по типу труфи для визуализации сосудов серии фаза-противофаза то есть in-op с подавлением жира и воды и также преконтрастный т1-жироподавлением и что обязательно динамическое контрастное усиление также с жироподавлением ну и после выполнения постконтрастных серий рекомендуется также дополнить т1-жироподавление в корональной и сагитальной плоскости для визуализации очагов например в подиафрагмальном пространстве которые порой сложно на аксиальных сериях определить если говорить подробнее то одна из очень хороших возможностей мрт в диагностике очагов печени это дефицитом-звешенные изображения они позволяют нам провести анализ как количественный так и качественный то есть мы хорошо можем визуализировать сами очаги на фоне паренхемы печени и также определить коэффициент измеряем коэффициента диффузии при этом можно сказать что дефицитом-звешенные изображения это своеобразный конек в диагностике очагов печени и необходимо не забывать что мы должны порой просматривать даже серии с низким коэффициентом с низким показателем b-фактором с низким б-фактором потому что некоторые очаги визуализируются только на низком б-факторе парой что касается диффузион-звешенных изображений они также позволяют нам определять степень регресса опухолевого процесса то есть за счет того что при эффективном лечении уменьшается количество клеток то есть происходит некроз или апоптоз расширяются межклеточные пространства и таким образом происходит повышение измеряемого коэффициента диффузии то есть мы можем определить то как отвечает опухоль на проводимое лечение однако следует отметить что выполнение очень часто пациентам с метастазами с образованиями в печени выполняются на длительный период только компьютерная томография наблюдаются очаги потом возникают какие-то вопросы выполняется мрт к сожалению если нету исследования до начала лечения то оценить как ответил опухоль нам будет невозможно потому что в процессе лечения как раз таки очаги меняют свою структуру меняют характер визуализации на диффузион-звешенных изображениях характер контрастирования и мы не можем порой достоверно вообще определить это опухолевый очаг либо нет придем динамическому контрастному усилению оно соответственно состоит из трех фаз это артериальная венозная и отсроченная фаза и следующая область применения контрастных серий то что нам позволяет с высокой долей уверенности финансировать различные очаги это применение гипототропных контрастных препаратов они позволяют нам проводить первичную диагностику и дифференциальную диагностику образования печени за счет использования гипотобилиарной фазы с высокой долей вероятности и уверенности мы можем определять и верифицировать фокально-долеарную гиперплазию выявлять метастазы в печени и также проводить оценку степени дисплазии регионатонных узлов при циррозе и степень дифференцировки при гипотоцеллюлярных раках однако существует еще небольшой перечень так сказать оффлейбл применения гипототропного контраста это визуализация контрастирования желчных протоков потому что выведение происходит через них и мы можем их хорошо визуализировать также мы можем проводить степень радикальности радиочасточной абляции печени и соответственно проводить оценку ответа опухоли на проводимое комбинированное лечение если я говорить подробнее о возможности в дифференциальной диагностике очаговых образований то благодаря как раз таки особенностям накопления контрастного препарата мы можем дифференцировать это доброкачественные злокачественные образования и во обще в целом хорошо визуализировать очаговое поражение печени за счет того что в гипототропную фазу гипотоциты очень интенсивно хорошо накапливают контрастный препарат гипототропная печень можно сказать, светятся, и на этом фоне мы можем визуировать очаги, которые не имеют в своей структуре гипотоциты. Таким образом, они будут гипоинтенсивны и иметь четкий контур. Если говорить об выведении и времени оценки, то вообще в целом у нас есть в арсенале два гипототропных контрастных препарата, это торговое название PrimaVist MultiHands, они отличаются между собой за счет разной гипототропной экскреции, то есть PrimaVist, он в клетке печени захватывают до 50% препарата, при этом MultiHands всего лишь до 5%. Затем происходит транспонация вот этого препарата через гипотоциты и вывод их с желчью в желудочно-кишечный тракт. При этом гипототропная фаза для PrimaVist наступает через 20 минут, а для MultiHands от 60 до 120 минут. Пути выведения, это, соответственно, как мы обсуждали, препарат попадает в печень, затем часть его выводится почками, а часть через желчьевыводящие пути в кишечник. И обратите внимание, насколько хорошо контрастируется печень в гипототропную фазу, то есть она равномерно имеет повышенный сигнал в своей структуре. Перейдем уже к очаговым образованиям печени. Они, соответственно, могут быть доброкачественными и злокачественными. Злокачественные, в свою очередь, могут быть первичными и вторичными. При этом метастазы намного чаще встречаются, чем первичное образование печени. И если говорить о месте магнитно-ринансной стомографии, то вообще в целом лучевую диагностику можно сравнить с своеобразной флотилией, где в нашем арсенале есть большое количество различных машин, аппаратов, которые мы используем. И, соответственно, каждый из этих аппаратов, он занимает свою нишу, то есть он обладает своими преимущественными недостатками, в том числе и МРТ. Оно может с высокой долей вероятности и уверенности дифференцировать различные образования, но тем не менее у него есть ряд ограничений. И давайте начнем с того, что мы можем с уверенностью выявить с помощью магнитно-ринансной стомографии. Это фокально-модулярная гиперплазия. На данном клиническом примере мы видим образование в левой доле печени. Оно практически из интенсивно печени на Т2-звижных соображений, то есть не визуализируется. При контрастировании мы видим его равномерное накопление контрастного препарата и неотчетливое ограничение диффузии. В гипототропную фазу мы видим, что оно не выумывает контрастный препарат и практически такой же интенсивности, как сама печень. О чем это нам говорит? О том, что в структуре данного образования сохраняются гипотоциты, которые также, как и неизмененная паренхема печени, накапливают гипототропный контраст. Также мы в структуре видим типичный паттерн ФНГ, это рубец. И мы можем с уверенностью сказать, что здесь в частности два образования, которые хорошо второй визуализировалось гипототропную фазу. Это оба ФНГ. Также еще один пример. Видим такое крупное образование с четким контуром. Также оно постепенно накапливает препарат и не вымывает гипототропную фазу. Также мы видим вот этот рубец. Следующая область применения – это возможность МРТ отличить жировой гипотос от метастатического поражения. Часто такая сложность возникает при оценке компьютерной томографии. В данном случае в С5 печени визуализируется очаг, который следует дифференцировать между фокальным статозом и метастатическим поражением, потому что складываются ощущения при контрастировании, что он накапливает контраст по периферии. Данному пациенту было выполнено МРТ, и соответственно мы увидели на МРТ четкие признаки ограничения диффузии у данного очага. Также он периферически накапливал контрастный препарат и вымыл на отсроченной фазе. Однако помимо этого мы также визуализируем на диффузии еще дополнительные очаги в других сегментах печени. Еще один пример – это определение наличия диспластической узла, его дифференциальная диагностика с гипотоцеллюлярным раком на фоне цирроза печени. В данном случае мы в С7 видим достаточно крупное образование, что не очень типично для регенераторного, для диспластического узла. оно имеет четкий контур, можно сказать капсулу, накапливает препарат, контрастный препарат, и в отсроченную фазу мы видим признаки цирроза печени и также, что это образование не вымыло контрастный препарат, что говорит о том, что там есть гипотоциты. И мы можем с уверенностью сказать, что в данном случае это диспластический узел. Следующий пример – уже визуализация гипотоцеллюлярного рака. В целом типичная картина, мы видим крупное образование с признаками ограничения диффузии, которое активно накапливает препарат во все фазы контрастирования. При этом обратите внимание, что в данном случае печень без признаков цирроза, что достаточно нетипично. И в отсроченную фазу мы видим, что печень сама по себе равномерно накапливает контраст, и отмечается вымывание в отсроченную фазу данного образования, что говорит о том, что там нету, соответственно, гипотоцитов. И это, скорее всего, гипотоцеллюлярный рак. Еще один пример. Также образование в С4 с признаками ограничения диффузии также накапливает контрастный препарат. И в данном случае исследование было выполнено с мультихэнсом, и оно не совсем, можно сказать, вымыло контрастный препарат. Это случается при высокодифференцированных раках гипотоцеллюлярных, и в связи с тем, что там, видимо, остается еще в связи с особенностью структуры, они еще могут накапливать клетки контрастный препарат. Однако следует отметить, что не все крупные единичные образования в печени могут быть первичным раком. В данном случае мы видим крупное образование с признаками ограничения диффузии, и можно предположить, что здесь гипотоцеллюлярный рак. Однако, благодаря характеру контрастирования, мы видим, что оно не накапливает контрастный препарат, то есть авоскулярное, с таким неотчетливым периферическим накоплением, отсроченная фаза также авоскулярная, и мы можем сказать, что, скорее всего, здесь метастаз в печени, что и подтвердилось при биопсии. В целом, МР-признаки метастазического поражения печени, что мы часто видим множественные очаги, иногда бывают единичные, они характеризуются из-за интенсивного сигнала на ТДА в верхних изображениях, имеют нечеткие неровные контуры, характеризуются ограничением диффузии, и что самое частое, в частности для метастазов колоректального рака, характерное накопление по периферии. Давайте посмотрим несколько примеров, мы видим, хорошо видно на диффузивно-звешенных изображениях, множественное очаговое поражение печени с признаками ограничения диффузии на картах, и постепенное накопление контрастного препарата, кольцевидное по периферии этих образований, сами они не накапливают контрастный препарат. Следующий пример, в данном случае уже единичный очаг, он также ограничивает диффузию и характеризуется периферическим накоплением контрастного препарата. В анамнезирак толстой кишки, и мы можем сказать, что да, скорее всего, в данном случае метастическое поражение печени. Следующая зона применения ЭК – это контроль зоны абляции. Она позволяет нам оценить, есть ли продолженный рост, либо остаточная опухолевая ткань, или нет. В данном случае пример. Была зона абляции метастазов С7 печени, контролировалась помощью компьютерной томографии, и она постепенно уменьшалась в размерах. Однако было принято решение выполнить магнитно-резонационную томографию, и в данном случае мы видим вот эту вот зону абляции. Однако на диффузионно-звешенных изображениях по периферии отмечался ободок ограничения диффузии, и при этом периферическое накопление контрастного препарата у толщиной стенки как раз-таки в проекции выводных изменений на диффузионно-звешенных изображениях. Было выставлено предположение, что здесь продолжен рост. Пациент сделал исследование через какое-то время, и мы видим, что увеличилась вот эта зона ограничения диффузии, она стала отчетливой, и также четко видно зону накопления парамагнетика, то есть здесь рецидив. Однако, как мы обсуждали вначале, у всех методов есть свои сложности и недостатки. В частности, для магнитно-резонационной томографии в связи с длительным сбором данных, потому что одна серия идет по несколько минут, у нас часто возникают различные двигательные артефакты, артефакты от перистатики, в частности, страдают второй и третий сегменты печени, неинформативные противно-звешенные изображения, которые являются креугольным камнем в дифференциальной диагностике разъединительных очагов и в целом их визуализации. Поэтому мы порой не можем хорошо визуализировать разъединительные очаги. И в том числе нам очень важно получить качественные постконтрастные изображения. И если они будут, если сказать сленгово, задвиганы, задыханы, то, соответственно, мы не сможем оценить динамическое контрастное усиление и как какие-то очаги накапливают в динамике. Поэтому очень важно проговаривать необходимые задержки дыхания пациентов, следить за тем, как они выполнены при контрастной серии, смогут ли они вылежать и правильно задержать дыхание на постконтрастных сериях. Еще одна проблема – это зоны сканирования. Очень часто диффузно-звешенные изображения выполняются на, так сказать, на свободном дыхании. И в данном случае у пациента была ограничена зона сканирования, выставлена по верхнему краю печени. Соответственно, при вдохе диффузно-звешенные изображения получились на вот этом уровне. И мы могли не увидеть очаг, метастический очаг, который вот хорошо визуализируется на постконтрастных сериях. Поэтому рекомендуется выставлять зону сканирования намного выше, чем верхний край печени. То есть порой там на треть, либо на чуть ли не половину легкого нужно ставить зону сканирования, потому что при дыхании печень поднимается, диффрагма поднимается и может не попасть в зону сканирования необходимый очаг. Следующая проблема – это малые размеры. Часто нам сложно определить, действительно это гемангиома либо метастаз, потому что размер образования очень маленький. Вот пример. Была выполнена компьютерная томография печени, компьютерная томография брюшной полости, были выявлены несколько очагов гиподенсных и была выставлена под вопросом «Это атипичные гемангиомы», но для исключения метастического поражения необходимо было выполнить МРТ с гипототропным контрастом, потому что оказалось, что данные очаги накапливают от периферии к центру. Данному пациенту было выполнено МРТ, и помимо этого очага, который как раз таки визуализировался, его хорошо видно на диффлюзивных изображениях, отмечаются признаки ограничения диффузии, и также был выявлен еще один очаг в левой доле. И при динамическом контрастном усилении мы видим, что отмечается накопление по периферии, и как будто складывается ощущение, что этот очаг закрывается, но это всего лишь из-за того, что у него вот эта толстая, можно сказать, капсула накопления контрастного препарата, и он как будто уменьшается в размерах, но его истинные размеры хорошо видны на гипототропной фазе. В частности, были выявлены еще дополнительные очаги на диффлюзивных изображениях, которые в динамике выросли при компьютерной томографии на контроле. Таким образом, МРТ занимает немаловажную роль в диагностике очагового поражения печени. Оно может решать свои задачи, но тем не менее у него есть ряд ограничений, которые порой мы можем нивелировать, но тем не менее нужно о них не забывать. И что самое важное, это, несомненно, работа в команде, потому что благодаря мультисциплинарной команде мы можем понимать, обсуждать и четко выставлять правильные диагнозы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok